приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео разберемся с вами с конструкторским бюро стартует она 18 июня в 20 00 мск да вы правильно услышали 20 00 вечером обычно конструкторское бюро утром и даже утром ажиотаж офигеть какой большой танки разлетаются за считанные секунды чуть-чуть там зевнул не ту циферку ввел и уже там ты забираешь какой-нибудь 30000 танк с 3d стилем с циферкой этой заветной я не знаю вообще в целом много ли из вас хотят какую-то циферку покруче хотя не знаю чем там измеряются циферки в крутость на мой взгляд крутость циферки скорее не в том чтобы там один из первых танков забрал а когда цифра какая-то красивая или там одинаковые какие-то цифры вот это прикольно может и первый танчик тоже прикольно забрать но это надо просто один ресурс сразу в бахать и все итак первое изменение это то что конструкторское бюро вечером не знаю будет ли больше ажиотаж или нет но возможно так удобнее всем но это не точно поскольку в россии много часовых поясов я честно говоря даже не знаю мне же утром же вечером удобно можете написать в комментариях кому как следующее изменение это нельзя вкладывать золото в этот танчик то есть золото вообще не участвует у нас в этом конструкторском бюро лично для меня это минус поскольку я золото в конце докладывал столько сколько мне там процентов не хватало поскольку я не хочу вкладывать кучи серебра не хочу вкладывать бонны поскольку эти ресурсы мне нужны для каких-то других вещей да не прямо здесь опять же есть я их опять буду закладывать вот не прямо я бы заложил как можно больше там я то хоть 1000 уволить мнение не нужны вообще также золото которое там остается то оттуда то отсюда если там не хватало я его закладывал и все нормально теперь же его нет вообще дни прямо который мне тоже не нужно их можно всего лишь 22 процента закрыть свободкой можно закрыть всего лишь 25 процентов национальными чертежами можно закрыть 22 процента универсальными 11 процентов всего чертежами 33 процента бонами и серебром можно закрывать столько сколько хочешь там ограничений никаких нет только вот лично у меня мое внутреннее ограничение я не хочу тратить ни серебро не бона поскольку я не люблю фармить мне это уже за долгие годы надоело серебро чёт не охота хоть у меня она и есть мне все равно не хватит чтоб только за серебро закрыть или только за бон и бону мне вообще мало 126 миллионов серебра стоит закрыть полностью серебром у меня от этого есть только половина допустим 50 тысяч бон если закрыть на сто процентов бонами бон у меня вообще там пару тысяч этого у меня никогда не хватает 350 тысяч свободки мы можем вложить чтобы закрыть 25 процентов 154 дня прямо 22 процента 220 универсальных это 11 процентов 64 национальных за каждую нацию это получается у нас 22 процента вот такие ограничения у нас в этом конструкторском бюро также насколько я понял это походу самое маленькое количество танков в конструкторском бюро которые я видел у нас всего лишь 85 тысяч танков 1 35 тысяч с 3d стилем и номерком остальные 50 просто так без ничего просто танк в прошлые разы там было то 90 тысяч танков то 150 тысяч танков там тоже цифра прыгала очень сильно возможно этом не обращал внимание это зависит от того когда это событие проходит зимой или летом поскольку зимой онлайн больше чем летом постоянно то возможно летом всегда цифра меньше но даже если сравнивать там где было 90 тысяч у нас все равно 85 теперь в любом случае меньше стало даже если сравнивается с конструкторском бюро где тоже было мало танков сейчас еще меньше теперь по цене самый дешевый и самый лучший танк у нас за конструкторское бюро был самый первый объект 780 даже неплохо еще ли он 3d стиле на них классные интересные цена на них была приемлемая сами танки играются хорошо ли он конечно сложноват но у него есть офигенные фишки такие тонкие в которых нужно разбираться благодаря которым он нагибает а вот следующие танки очень дорогие стиле на них уродские играются они просто как помойка это кпз и су-122 в они слишком дорогие слишком сложные на них тяжело играть на высокий результат и стиле на них ну такое на пол рубля последний танчик у нас в некоторых местах стал чуть дешевле но золото в него заложить нельзя 3d стиль на нем такой же помойный как и в прошлые пару раз не сравнится с первыми двумя танками лично на мой вкус вы можете написать в комментариях праве или нет на свой вкус как вам нынешние 3d стилю вот эти вот сетка камуфляжная и просто обычный камуфляж и номерок все это весь 3d стиль на мой взгляд это намного слабее чем первые танки в конструкторском бюро вроде как по параметрам этот китайский тяжелый танк неплохо выглядит но я на нем еще не играл я его получу на стриме вам покажу сразу как получу я его катать не буду поскольку там в рандоме будет просто цирк и зоопарк лучше немножко переждать пока там первые танкисты нажмут в бой и поиграют непонятно во что поскольку этих танков будет слишком много и рандом и балансировщик поломается если посмотреть на цены в бонах то объект 780 стоил 400 бон все следующие стоили по 500 бон один процент если смотреть цены в серебре объект 781 процент стоил миллион потом уже лям 200 лям 344 и вот сейчас на базе 741 лям 260 принципе чуть-чуть подорожала начала расти и вот чуть-чуть снизилась как будто бы уже цена устаканилась а вот свободка это жесть на первый танчик у нас на объект 781 процент было всего лишь 8000 и потом понеслась 12 500 14 400 и вот на базе 741 чуть-чуть снизилась 14000 то же самое с чертежами начиналось все с 16 и 25 универсальных и национальных чертежей за один процент и все пришло к тому что уже цена всегда одинаковая 2032 за один процент универсальных и национальных чертежей в целом цена принципе устаканилась перестала расти даже в некоторых местах снизилась это хорошо а вот что плохо это то что один ресурс убрали и те кто им пользовался больше этого не смогут делать я допустим в конце золотом докидывал столько процентов сколько мне не хватало то есть я сначала использовал ресурсы которые мне было не жалко и в конце все шлифовал золотом чтобы уже хватило до танчика все сейчас золото у нас не участвует из-за этого по другим ресурсам конструкторское бюро ударить сильнее мне придется больше потратить серебра я очень сильно не люблю тратить серебро поскольку желание сейчас фармить но у меня лично нету я уже столько лет фармлю это серебро на прям танка что мне это занятие под надоело хочется играться там на десятках на каких-то прикольных танках в свое удовольствие фармить серебро ну реально надоело на новый год с бонусами от елки пофармишь серебро и на весь год поэтому если я сейчас много серебра или все серебро солью и буду сидеть без серебра это мне не надо вот допустим смотрите зашел в конкулятор во первых в нем можно легко лохануться поскольку этот конкулятор не знает сколько у вас ресурсов вы в нем можете наклацать потом когда событие начнется допустим тут чертежей очень много каждой нации там по 64 штуки можно заложить если в какой-то нации у вас не окажется чертежей уже все пойдет наперекосяк придется каких-то других ресурсов закладывать больше вы на это потратите время и уже можете получить танк либо без 3d стиля либо с очень большой циферкой поскольку этот конкулятор с вашими ресурсами вообще никак не связано он просто есть и есть вот смотрите допустим я потратил 154 дня прямо чтобы закрыть 22 процента потом я заложил сюда 220 универсальных чертежей и 64 на каждой нации это еще 33 процента потом 350 тысяч свободки это 25 процентов выходит 80 процентов остальные 20 процентов я бы заложил золотом поскольку не бон и не серебро и тратить не хочу бон у меня всегда мало их ни на что не хватает то же самое кредиты оставшиеся 20 процентов мне придется заложить серебром и это 25 миллионов 200 тысяч серебра это при том условии что у меня есть чертежи национальные все поскольку там бывают в одной нации больше чертежей в одной меньше где-то хватает а где-то не хватает в итоге ты не можешь взять в какой-то нации потратить больше синить и не нужны поскольку там ограничение всего два процента на нацию по 32 чертежа 64 полная фигня также вот допустим меня свободки много но я могу выложить только 350 тысяч у меня больше тысячи дней прямо но я могу потратить только 154 а вот те ресурсы которые я абсолютно не хочу тратить там ограничение никаких нет ну реально не назло сделано а для людей прям видно разработчики подобрели и золото убрали что сильнее бьет по остальным ресурсом те кто пользовались золотом допустим я может быть это конечно не для всех минус но для меня точно минус также танчиков меньше стало что поднимет ажиотаж и скорость их забирания также еще это конструкторское бюро будет вечером из-за чего возможно больше людей сможет прийти на него и еще быстрее забрать все танки а может и нет посмотрим как она будет проходить поскольку много разных поясов часовых я не знаю в какое время больше людей свободно рано утром или вечером но такое подозрение как будто бы вечером как разработчики говорили в интервью что они подобрели я бы реально увидел что они подобрели если бы они сняли вот эти ограничения я мог бы купить танк реально за те ресурсы за которые хочу вроде как в новости говорится что вот видите ли вы сами решаете какой ресурс и сколько вкладывать да по сути это не особо я решаю везде столько ограничений что меня в любом случае выдавили этими ограничениями в те ресурсы которые я не хочу тратить вот я решил мне придется потратить 25 миллионов серебра чего я делать абсолютно не хочу поскольку я хочу до конца этого года до нового года с кайфом играть на десятках и фармить вообще не планирую абсолютно ну просто мне надоело 10 лет фармить серебро на восьмерках у меня больше всего боев на восьмерках мне ну хочется и на десятках поиграть принципе у меня какие-то такие ощущения от этого конструкторского бюро мне хочется чтобы 3d стиле делали на уровне первых танков за конструкторское бюро хочется чтобы меньше было ограничений на ресурсах чтобы вернули золото в плане времени утром или вечером я не знаю мне что утром удобно что вечером удобно по поводу хороший танк bz741 или нет я еще на нем не играл когда получу на стриме вам покажу ну вроде как по параметрам должен быть лучше чем су-122 в чем компанзер 07 что-то она возможно на уровне объект 780 или он но это не точно надо сначала поиграть сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока